Последнее время все чаще и чаще слышу разговоры о пользе или вреде приствольных кругов. Кто-то говорит, что они не нужны, ведь в природе большие деревья вполне себе соседствуют с кустарниками и многолетниками. Многие многолетние цветы растут прямо у ствола и ничего, как-то уживаются. Также говорят, что приствольные круги некрасиво и уродуют участок. Если на большой лужайке высажено много деревьев и сделаны приствольные круги, засыпанные сосновой мульчой или любой другой мульчой, то лужайка становится похожа на швейцарский сыр. Красиво это? Не всегда. Так кто же прав? На наш взгляд, истина, как всегда, где-то посередине. Давайте попробуем найти ответ на вопрос, нужны ли вообще приствольные круги или можно без них обойтись. Любой кустарник или дерево, только что высаженное в открытый грунт, не имеет корневую систему, способную полноценно конкурировать с другими растениями запитания, воздух и воду. И не важно, контейнерное это растение с комом земли или открытая корневая система. Корневая система и растения в целом нуждаются в вашей поддержке и заботе. Деревьям это необходимо в течение двух лет, кустарникам хотя бы в течение года, крупномером и пересаженным из леса растением до трех лет. Очень часто после посадок деревьев приствольные круги спешат заложить газоном, засеять семенами или посадить летники и многолетники. Это, безусловно, красиво, но, на мой взгляд, преждевременно. Вы когда-нибудь кормили в парке птиц? Вспомните, как это происходит. Вы решаете покормить голубей. Но откуда ни возьмись, налетает стайка наглых воробьев. И пока голубь щелкает клювом, воробьи оставляют его без хлебных крошек. С растениями все то же самое. Как вы думаете, кто в итоге получит воду и удобрения? Сорняки, газонная трава или ваша яблонька, клен или каштан? Правильно. Крупное растение в данном случае выступает в роли голубя, а многолетние цветы и трава в роли воробьев. Поэтому приствольные круги нужны. А если у вас песчаная почва, проблемы с водой и сорняками, то неплохо бы их еще замульчировать. Есть еще одна причина, по которой вам нужны приствольные круги. Это удобство обслуживания. Очень часто мы наблюдаем ситуацию, когда в кошении газона участвует вся семья. Глава семьи гордо идет с газонокосилкой, а впереди бежит супруга, которая приподнимает ветки чубушника или спиреи, чтобы их не повредила газонокосилка. Или когда после кошения газона, на который ушло не более двух часов, вы потом целый день на карачках срезаете траву вокруг деревьев, розочек или многолетников. В конце такого дня в голову садовода приходят крамольные мысли, что красивые картинки, где люди в шезлонгах с коктейлями любуются своим участком, вранье из Аманиловка, придуманное продавцами растений и ландшафтными дизайнерами, чтобы продвинуть свой продукт. Чтобы облегчить себе жизнь, сэкономить время и не плакать над растениями, которыми случайно скосили, сделайте приствольные курги и старайтесь избегать одиночных посадок, чтобы в траве то там, то здесь не торчали маленькие спирейки, розочки или клематис. Объединяйте их композиции или группы, снимите под ними газон. Вы не поверите, как эта процедура облегчит вам жизнь, а вид у участка сразу преобразится. Но что делать, если вид приствольных кругов вам не нравится? Или они просто надоели? Неужели без них никак нельзя? Конечно, можно. Приствольные круги можно засеять газонной травой. Под деревьями можно высаживать летники и многолетники. Первоцветы особенно эффектно смотрятся весной под деревьями. Все это можно, но только не первые два года. Подождите, когда дерево приживется, нарастит хорошую корневую систему, и, пожалуйста, творите. Не надо на участке устраивать гонку на выживание, где победит только сильнейший. У вас на участке не должно быть проигравших. Всем должно быть хорошо и комфортно. На этом все. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Оставляйте комментарии.